Владимир Путин и Ангела Меркель провели пресс-конференцию по итогам почти трехчасовых переговоров. Канцлер заявил, что считает неприемлемым переговор Алексею Навальному и выступает за его освобождение. Не она ли встречалась с Навальным, я уж не знаю, о чем они там говорили, но думаю, что она не убедила, а помогла ему, так сказать, приехать в Россию в Капкан. Ангела Меркель на встрече с Путиным потребовала освобождения Алексея Навального, я потребовала освобождения и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом. Ну, следите, будем наблюдать, наблюдайте. Путин заявил о Навальном, что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное нарушение в отношении иностранных партнеров. О, как, видите, толкует, интересно. И Путин заявил, что борьба с коррупцией очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Вот что. Борьба с коррупцией не должна использоваться. А что же интересно, должно использоваться как инструмент политической борьбы? Ничего. Сегодня, кстати, мы поговорим. Полиция в Москве провела обход зарегистрированных на сайте Навального. Обход. Можете себе представить? Обход. А что это за действие такое? Оперативное, следственное, профилактическое. Как? Обход. В Великобритании ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России. Но это те, которые травили Навального. То есть, казалось бы, все нормально. Ввели санкции и вдруг в Совете Федерации какой-то Джабраилов ушлепок начал заявлять о том, что надо дело уголовное в отношении Навального возбуждать. Знаете почему? Потому что вот те, которые его травили, он их данные рассекретил. И в связи с этим, вот Великобритания их там, знаешь, списки внесла в определенные. Он рассекретил данные Навальной. Своих убийц. Просто охереть. Вот этот тот Джабраилов молодец. Соретник Навального получил год ограничения свободы. Значит, Олега Степанова за подстрекательство к нарушению коронавирусных норм на несогласованном митинге. Блин, оно жуть какая-то. Просто безумие какое-то. Просто какое-то безумие. Путин и Макрон поговорили по телефону. Замечательно у них все получилось. В разговоре призвал освободить Навального Макрон. Ну, потому что это как бы к юбилею, так скажем, к годовщине отравления. Они, видите, уже такие юбилеи отмечают. Митингеют.